Всем привет дорогие зрители, с вами канал GamesMafia и это 44 выпуск недельных консольных новостей. Интересный факт, почти 70% зрителей смотрят мой канал без подписки. К слову, в отличии от Sony, подписка у меня бесплатная. Поэтому давайте немного этот показатель подправим, так как чем больше подписчиков, тем больше контента и соответственно он более качественный. Так что с вас подписка, с меня новый контент. В общем, приступаем к разбору последних событий. Sony заявили, что в этом году их вновь не будет на ежегодной презентации E3. Компания не посещает выставку уже третий год, так как в ней для издателей мало смысла. Для компании рентабельнее провести собственную презентацию отдельно, тем более ввиду последних событий, что все конференции издателей будут исключительно онлайн, смысла реально нет. И давайте вспомним прошлогоднюю подобную презентацию, активность на которой позавидует даже любой E3. С такими темпами скоро компания Sony под своей эгидой будет собирать издателей для того, чтобы они на их презентации анонсировали игры. Sony начала уведомлять российских игроков о том, что их предварительный заказ на консоль PlayStation 5 Digital Edition, которые были оформлены через официальный сайт Sony, были отменены. Получив приятное, конечно же в кавычках, уведомление от компании Sony об отмене их предзаказа, который к слову люди еще делали в сентябре, вызвало шквал эмоций. Тем более это официальные представители Sony Nvidia DNS все предзаказы отгрузили, а официальный магазин на территории России не смог с этим справиться. Тем более это я акцентирую свое внимание, что предзаказы были сделаны еще в сентябре 2020 года. Поэтому не знаю как вы, но я лично не удивлен из очередного фейла компании Sony и с поставками консоли PS5. В недавнем выпуске Pactor Factor известный аналитик Майкл Пактер объявил, конечно же по его мнению, истинную причину роста цен на игры. Как бы это парадоксально не звучало, главный порог это жадность. Пактер говорит, что стоимость создания игр с 2019 по 2021 год существенно не увеличилась, и это стало возможно благодаря мощным и скоростным инструментам, таким как Unity или Unreal Engine. Аналитик заявляет, что увеличение затрат на разработку это некая лазейка, настоящая причина повышения цен в том, что рынок это позволяет. Все больше игроков будут оправдывать повышение цен, а это значит, что больше разработчиков и издателей будут делать то же самое, повышая прайс. Помимо основного повышения цен на игры, также применяется скрытый способ, который заключается в выпуске DLC, специальных изданий, а также сюжетных дополнений к играм. Также Пактер отметил, что в конечном итоге компании извлекут урок и сделают выводы, что повышение цен вызовет сокращение продаж, особенно на старте. Показан новый геймплей The Day Before. ММО FPS в открытом мире от якутской студии в мире зомби-апокалипсиса. Напоминает и некую смесь The Division и The Last of Us. Игроку предстоит добывать пропитание, оружие и экипировку. Перемещаться можно как на транспорте, так и пешком. Сражаться предстоит с зомби и бандами мародеров. Разработчиком игры, как ранее отмечалось, выступает российская студия. И я вам скажу, 13-минутный геймплейный ролик свидетельствует, что игра годная. Релиз запланирован изначально только на ПК и после на консолях нового поколения, но опять точных дат нет. Ресурс Bloomberg сообщает, что Naughty Dog работает над новой частью Uncharted. Игра будет эксклюзивом PlayStation 5, ну как бы неудивительно. Но к большому сожалению, подробностей пока нет. Также Bloomberg утверждают, что Sony работают над ремейком первой части The Last of Us, который будет эксклюзивен также для PlayStation 5. Изначально проектом занималась сторонняя студия, но руководство компании не было уверено в хорошем результате и в итоге передала ремейк Naughty Dog. На интересный шаг пошла компания, на четвертый PlayStation сделай ремастер и для того, чтобы выдать как можно больше срез, пятый PlayStation ремейк. Следующая новость исключительно для любителей аниме искусства. В рамках инициативы Play at Home можно получить расширенный 90-дневный период пробной подписки на PlayStation 4 для новых пользователей в сервисе Уакани. Предложение доступно до 22 апреля и если в нескольких словах, что это за сервис, аналог того же Мегуго или же Иви, только с библиотекой исключительно аниме мультов. Для PlayStation 5 был анонсирован эксклюзивный хоррор с элементами выживания под названием Abundant. Независимая нидерландская студия Blue Box Game представила кинематографический ужастик с элементами выживания. Игра должна выйти в конце текущего года и, как я ранее говорил, эксклюзивно для PlayStation 5. В центре внимания оказывается некий Джейсон Лонгфилд, придя в себя в загадочном лесу, Джейсон не понимает, как он там оказался, однако немного позже он все же узнает, что был похищен с неизвестными намерениями. Разработчики обещают сделать сильнейший акцент на реализм и также задействовать все возможности контроллера DualSense. Временный эксклюзив PlayStation 5 от Arkane и Bethesda под названием Deathloop перенесли с 21 мая на 14 сентября. Arkane заявила, что главное для команды это высокое качество продукта, реализация всех задумок, а также здоровье и благополучие их сотрудников. И для того, чтобы все эти критерии были выполнены команде, необходимо дополнительное время. В общем, игру перенесли на 14 сентября 2021 года. Конечно же, не стоит ожидать, что игру дадут в сентябрьской линейке PlayStation Plus, как это было с Destruction All Stars, но согласитесь, было бы прикольно. Capcom заявила, что проведут новую презентацию, посвященную Resident Evil Village уже 16 апреля. Покажут новый геймплей, трейлер и должны выпустить следующую демо-версию игры с боевым геймплеем. И что самое важное, демо-версия будет доступна как для PlayStation 4, так и для PlayStation 5. Также стоит отметить, что с 8 апреля стартовал открытый бета-тест Resident Evil Reverse. Продлится он до 11 числа и, собственно, вы в нем можете опробовать мультиплеерную составляющую из вселенной Resident Evil. И напомню, что главный релиз от компании Capcom, Resident Evil Village, должен состояться уже 7 мая. Начиная с этой недели, все подписчики платной услуги PlayStation Plus могут обновить свою библиотеку игр. К слову, в азиатском регионе дают дополнительный проект под названием LEGO Worlds. И вместо зомби-арми, как у европейского и американского региона, им представлен X-Morph. Апрельская подборка игр для подписчиков PlayStation Now. Три игры, две из которых с временным характером. Начнем из постоянки. На постоянной основе дают атмосферную инди-сурвайвл игру The Long Dark. С временным характером Borderlands 3, которая исчезнет из подписки 29 сентября текущего года. И заключительный третий проект Мстители, которая будет доступна до 5 июля включительно. По скидкам в цифровом магазине PlayStation Store на этой неделе затишья обновления не было. И напоминаю, что остается у нас активная распродажа под названием весенние скидки. Подсказка в правом верхнем углу на лучшее предложение из этой компании. Итоги еженедельного конкурса на самый интересный комментарий. Вот он сегодняшний победитель. Просьба обратиться ко мне в контакт за вознаграждением. И если ты также имеешь бешеное желание получить карту пополнения на 500 рублей для PlayStation Store, то тебе необходимо написать комментарий абсолютно любого содержания. И если он выделится из общей массы, то в следующем ролике ты получишь приз. Желаю удачи. И маленькое уточнение. Комментарий необходимо писать под последним актуальным выпуском дайджеста. И на этом моменте очередной выпуск подошел к концу. Если у вас имеется свободное время и вы не смотрели последние два ролика на моем канале, то рекомендую вам посмотреть один из них о бане консоли PlayStation. Интересная и занимательная, и что немаловажно подтвержденная пруфами история, из которой можно почерпнуть для себя что-то полезное. В общем, друзья, у меня на этом все. Не забываем подписываться на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем до скорого. Пока.